Отборочный этап всероссийского турнира «Шлемы Краги» состоялся во Владивостоке. Ежегодные необычные соревнования в этот раз проходили под открытым небом на острове Русский. В борьбе за путевку на финал сошлись 18 команд со всего Приморского края, хотя заявок было почти в два раза больше, остальных попросту напугал Мороз. Уникальные состязания традиционно проходили в формате 4 на 4, без галкипера на воротах. Каждая игра шла в два периода, по 15 минут. Матчей было предостаточно, поэтому финалисты объявились лишь спустя 5 часов ледовых баталий. Ими стали «Портер» из Уссурийска и местный фрегат. Победу удалось одержать приезжим гостям, обыгравшим владивостокскую команду со счетом 9-6. Именно «Портер» уже в марте отправится в Москву на всероссийский финал. Баскетболистки ДВФУ вновь стали лучшими на Дальнем Востоке. Женская сборная университета заняла первое место в местном дивизионе Чемпионата Ассоциаций студенческого баскетбола России. В решающем туре приморцы уверенно обошли сборные таких учреждений, как Хабаровский университет экономики и права, Благовещенский педагогический университет и других. Баскетболистки ДВФУ выиграли все 9 матчей с начала сезона, благодаря чему вышли в следующий этап чемпионата АСБ – Лигу Белова, где встретятся сильнейшие команды страны. Эти игры пройдут уже 18 марта в Хабаровске. Лига Белова является финальным этапом соревнований, в котором участвуют 64 лучшие мужские и женские сборные. Стоит отметить, что спортсменки ДВФУ уже на протяжении 8 лет являются бессменными лидерами студенческого баскетбола на Дальнем Востоке. Открытый чемпионат по горным лыжам пройдет во Владивостоке. Ежегодные соревнования вновь соберут в центре зимнего отдыха «Комета» десятки любителей покататься. В этот раз чемпионат будет посвящен памяти одного из основателей горнолыжного туризма и спорта во Владивостоке – Евгения Болдина. Мериться скоростью лыжники будут в дисциплине «Слалом-гигант». Все участники будут преодолевать трассу длиною в 700 метров. К слову, участвовать в соревнованиях смогут все желающие спортсмены, любители и ветераны. Главный критерий – возраст старше 16 лет. Для образования команды на открытом чемпионате необходимо минимум 4 человека – трое мужчин и одна женщина. Открытие соревнований состоится 9 февраля в 18.00. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.